Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы с вами продолжим разговор по поводу детского церебрального паралича и проблем, связанных с повреждением различных отделов у ребенка, вызванных родовыми повреждениями и повреждениями в последних дней, последних недель беременности. После нашей предыдущей встречи ко мне стали обращаться довольно большое количество людей с вопросами, суть которых сводилась к следующему. Почему же я столь уверенно говорю о том, что достаточно большое количество проблем у маленького ребенка и проблем уже в более взрослом возрасте связаны с повреждением шейного отдела? Почему, вот где основания, почему я так уверен, почему я могу об этом говорить так категорично? Ну, на самом деле, этому есть определенная предыстория. И сейчас я вам попытаюсь доказать и показать, что происходит с ребенком при не совсем обычном течении рода, в том плане, что любые изменения шейного отдела, они приводят к определенным последствиям. История этого вопроса перенесет нас в начало 90-х годов прошлого века, когда в центре, который я возглавлял, приехал... Назовите его. Да, это реабилитационный центр, находящийся в Санкт-Петербурге. Он открыт был незадолго до этого, где-то в 1988 году. И помимо лечения... Он назывался? Он, так и назывался, детская поликлиника 73, детский реабилитационный центр, который, собственно говоря, и занимался лечением детей, семей, у которых есть дети с инвалидностью, чаще всего вызванные детским церебральным параличом, как врожденным, так и сформированным впоследствии, вследствие несчастных случаев, аварий, травм каких-то, осложнений после заболевания и так далее, и так далее. И вот, пытаясь собрать весь опыт работы с такими детьми во всем Советском Союзе, мы приглашали разных специалистов, которые приводили свои практические методики, делились с врачами, работающими в этой сфере, теоретические методики и так далее, и так далее. И вот в один из дней к нам приехал профессор, впоследствии академик, невролог, заведующий кафедрой неврологии Казанского института усовершенствования врачей, профессор такой Юрий Александрович Ратнер, и вот он рассказывал о том, что они изучали развитие эпилепсии у подростков. И вот выяснили одну определенную вещь, это была тема диссертации, успешно защищенная, выяснили такую вещь, что практически все подростки, выдающие приступы эпилепсии, они все имели в той или иной степени выраженную родовую травму. Вот это меня очень сильно заинтересовало, и вот в беседе с этим профессором выяснилось, что меня интересовало больше, что происходит с детьми маленькими. Но они маленькими детьми не занимались, они занимались подростками, только это взрослая кафедра, у них не было такой возможности. И вот у меня появилась очень интересная задача. Ну, во-первых, сразу встал вопрос, я думаю, что он и у вас встает, о том, каким же образом они доказали, что эти дети имели родовую травму. И он мне рассказал очень интересную вещь. Оказывается, ну, было известно, и это, скажем, известно любому, даже студенту-медику, что первый и второй шейный позвонок, которые располагаются внутри, вот сейчас Наванечка поможет, внутри черепа, да, череп на них как бы лежит, это вот основание черепа, вот они вот здесь, их не видно, мощные кости черепа, они закрывают, вот, находятся они вот здесь, это их проекция, и кости черепа закрывают эти два позвонка, и на рентгеновских снимках не видно повреждения первого и второго шейного позвонка. Так как же выяснить? Оказалось, очень просто. Профессор рентгенолог Тюминского медицинского института, видите, какая ширная география, насколько важно знать, что делается в других исследовательских центрах. Она определила возможность делать снимки, на которых видно первый, второй шейный позвонок. Как они... Прошу прощения, вы помните имя этой женщины? Это Валентина Сергеевна Чумакова. Если мне не изменяет память, думаю, что это так. Значит, как делается снимок? Снимок делается через открытый рот. Открывается рот, туда вставляется, приближается тубус рентгеновского аппарата, делается снимок, и тогда кости вот здесь не мешают фотографиям первого и второго шейного позвонка. Мы отправили в Тюмень и Казань учиться наших специалистов. В Тюмень поехал наш рентгенолог, который научился, прекрасно делал такие снимки. И мы стали выяснять, что же происходит на самом деле. Вот. В этом плане нас немножечко повезло. центр, она же детская поликлиника, где принимали врачи, педиатры, помимо структуры, специалистов, был достаточно изолированный район. Сейчас я скажу, да, физически это район Санкт-Петербург, который называется Рыбацкая. То есть, когда-то была деревня, потом она вошла в черту города, стала отдельным микрорайоном, и он очень, для нас очень удачно заселялся. Те, кто вот постарше, помнят, что был период, когда давали вне очереди так называемое социальное жилье. То есть, семьям многодетных, вернее, многодетным, многодетным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, предоставляли государственное жилье вне очереди. И вот этот район, новостроек, он таким образом заселялся. То есть, если, ну так, примерно количество детей, чтобы вы представляли, среднестатистическое считается нормальным соотношение один к четырем. То есть, четыре взрослых и один ребенок. Вот. У нас такое соотношение было совершенно по-другому. У нас соотношение было практически один к одному. То есть, один взрослый, один ребенок. А если учитывать, что семьи чаще всего имеют несколько взрослых, то можете себе представить, сколько там было количество детей. Это, ну, с точки зрения Ленинграда, Петербурга, это такой район, а с точки зрения географии, это приличный город. Население нашего микрорайона составляло порядка ста тысяч человек, ну, приличный, да, город. Из них было порядка шестидесяти, шестидесяти семи тысяч детей. Вот. И все они были приписаны к нашему учреждению, и мы могли очень хорошо их обследовать, исследовать. И мы стали этим заниматься. И вот совершенно неожиданно для нас выяснилось, что практически шестьдесят семь процентов детей из всех родившихся имеют в той или иной степени выраженную родовую травму. И когда эти... Сколько процентов? Шестьдесят семь процентов. То есть это два из трех, грубо говоря. И вот когда это дело выяснилось, когда мы эти данные опубликовали, то получился очень большой резонанс. Причем резонанс был настолько сильный, что, скажем так, президентское окружение, окружение президента Ельцина, ну вот, вынуждено было отреагировать. К нам приехала большая комиссия, возглавляемая советником президента по социальным вопросам. Вот. И мы это дело вот доказывали, каким же образом это проходило. И вот тогда нам очень сильно помогла вот эта вот наша рентгенологическая служба. И сейчас я буквально вам покажу, что происходит на снимке у ребенка, на рентгеновском снимке, который я подчеркиваю. И вот здесь услышите меня, пожалуйста, это очень важно, который был выписан из роддома с диагнозом здоров. Вот сейчас посмотрите внимательно, мы технически постарались сделать возможным, чтобы вы это увидели. я не буду показывать снимок здорового, я покажу вот снимок черепа ребенка, которому на момент фотографии, на момент снятия снимка полтора года, и этот ребенок выписан из роддома с диагнозом здоров, и здоровым он был где-то до девяти, девяти с половиной месяцев, пока родители не забили тревогу, говоря о том, что ребенок там не сидит, не поворачивается, и так далее, и так далее. И когда ему сделали снимок, чтобы посмотреть, в чем дело, увидели, увидели следующую картину, обратите внимание, вот идет первый позвонок шейный, и вот идет второй шейный позвонок, дальше третий, на что надо смотреть, посмотрите, щель между двумя позвонками, вот нормальная щель между вторым и третьим, а вот щель между первым и вторым, посмотрите, она практически в два, в два с половиной раза больше. Оторвали голову? Да, что это значит? Это значит, что ребенка потянули, и вот этот вот момент является переломом практически, то есть голова, ну, так скажем, вот на такое расстояние отделилась от шеи. Посмотрите, снимок другого ребенка с той же самой картиной, да, вот идет первый шейный позвонок, вот идет второй шейный позвонок, и дальше третий. Посмотрите, здесь щель резко увеличена, причем она даже не просто увеличена, она развернута, посмотрите, вот этот вот выше, да, часть позвонка, а вот это ниже, то есть, вот расстояние гораздо больше, чем здесь, то есть у ребенка шея просто развернута, она не, между вторым и третьим, она не оторвана, она просто сдвинута, она свернута, вот как курица сворачивает голову, когда, да, там вот, перед тем, как ее там в суп положить, вот точно так же свернули голову ребенку. Этот ребенок точно так же выписан из роддома с диагнозом здоров, и был здоров, ну, вот до тех пор, пока не попал к нам на обследование. Так вот, считался здоровым. Да, 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 он по бумагам он выписан, и вот, когда мы показали, таких снимков набралось достаточно большое количество, и когда мы показали, вот тогда пришлось задуматься вот тактики проведения родов, во-первых, а во-вторых, что нам было, наверное, более важно, ранней постановки диагноза, и вот, после небольшого перерыва, мы во второй части, все-таки я расскажу вам о том, что за диагнозы, и что, собственно говоря, делать с такими детьми и на какой стадии. Спасибо, до новых встреч. До новых встреч.